Время итогов и новая веха. Своё 70-летие отметил Муромский радиозавод. Предприятие, которое выпускает уникальные системы для морских и речных судов, кораблей и подводных лодок, ведомственных структур и объектов социального назначения. На торжественном вечере в ДК тысячестолетия, где чествовали передовиков производства, побывала Елена Петрова. Муромский радиозавод Дмитрий Пальгуев. В этот праздничный день поздравляю всех ветеранов разных поколений, долгие годы работавших на заводе и внёсших огромный вклад в укрепление обороноспособности и экономического потенциала нашей страны. Поздравляю весь коллектив радиозавода. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим родным и близким, новых творческих и производственных успехов. За жизненный путь длиной в 70 лет предприятие переживало и взлёты, и падения. Но всегда стремилось держать курс на развитии. Надеемся, что то, что произошло в начале текущего месяца, смена собственника, смена такого направления, немножко в экономике, даст новый толчок предприятию. И следующие даты, которые будут в ближайшее время, мы будем встречать с ещё более лучшими результатами, чем сегодня. У нас есть потенциал, есть возможности все. Радиозавод был основан в 1946 году. В рамках системы гособоронзаказа специализировался на поставках систем громкоговорящей связи для военно-морского флота и других объектов Минобороны. Он дал путёвку в жизнь многим муромцам. Началась мы эта трудовая деятельность на вашем, на нашем заводе. Спасибо вам огромное. От всей души желаю вам процветания, новых производственных и творческих успехов. Надо сказать, что несмотря на все сегодняшние экономические трудности, продукция одного из основных предприятий города, как и прежде, поставляется на судостроительные верфи, промышленные предприятия и на объекты специального назначения. Там, где требуется надёжная оперативная связь. Завод с богатой историей пережил много и взлётов, и падений, и лихие девяностые. Коллектив завода выдержит все испытания, и я знаю, что вы сейчас смотрите вперёд с уверенностью. Высоких наград и дальнейших успехов, роста и процветания. Лучшие были отмечены Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Валентина Ивановна Войтович, заместитель главного технолога. Почётными грамотами и благодарственными письмами передовики производства были награждены и от администрации Владимирской области. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости, Муром.